Беларусь 2016 год быстро преодолел границы и достиг культурной столицы Европы. По инициативе посольства Беларуси во Франции и чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь во Французской Республике Павла Латушка, Парижа представили национальную культуру. Мы видим, что театральное мастерство – это фактически симбиоз литературы, драматургии, выявленного мастерства, акторского мастерства, музыки, хореографии. Это выключенная мощность показать в комплексе беларусскую культуру. И именно в деле этого мы инициовали первые беларусские театральные сезоны в Франции. В рамках года культуры мне подается велими важным показать замежному глядачу, французскому глядачу и тем больше в сусветной культурной столице, в Париже, показать беларусское театральное мастерство. И я споделюсь, я переконанусь, что и оно отрывает становочные в отвеке. Театральные сезоны открылись спектаклем театра-студии киноактера «Легкой жизни никто не обещал» по пьесе французского драматурга Жанна Клода Ислера в постановке Александра Ефремова. Александр Тимошкин, Вера Полякова, Елена Геренок, Валерия Ефименко, Александр Бранкевич и Антон Жуков – все артисты до единого испытывали волнение не только потому, что нынешние гастроли получились особенными и даже, можно сказать, торжественными, но и потому, что на показе присутствовал сам автор. Париж всегда славился вниманием к культуре и высокими требованиями к ней, и поэтому показывать здесь свой спектакль – это ответственно, почетно и необыкновенно интересно. Жан-Клод Ислер тоже не скрывал волнение. Пьеса, прославившая автора и получившая огромную популярность на родине, для него впервые звучала из славянских уст. Я уверен, что пьеса будет иметь успех, потому что здесь она была очень популярна и очень долго шла. Играть французскую жизнь нашим артистам помогал сам Париж. То, что мы находимся в городе любви посреди марта месяца, мы приехали сюда, и нас просто встретила невероятно красивая весна. Это большой подарок, но правда, вот оказаться посреди недели вдруг в Париже под Эйфелевой башней – это просто неимоверное ощущение счастья. Я думаю, что это разделит весь наш коллектив, вот это ощущение счастья, которое сейчас мы попытаемся вынести на сцену. Белорусский театр встретили в высшей степени радушно и представители белорусской диаспоры во Франции, и соотечественники драматурга. Никакие трудности перевода не могли затуманить искреннего наслаждения великолепной игрой артистов, выросших на одной из сильнейших театральных школ мира. Видишь, что ты думала? Я никогда не думала, что однажды вообще... У тебя там что, кто-то есть? Ван? Ван? Как я тоже это может быть? Это элитрик. Очень интересные отзывы я получила даже от французской публики после первого отделения спектакля. И наши белорусские артисты именно передали вот этот вот колорит, вот эту игру, игру слова и манеру поведения. После театра студии киноактера эстафету примут Национальный академический театр имени Янки Купалы и театр одного актера СНИЧ. В ближайшем будущем организаторы планируют представить французской публике Республиканский театр белорусской драматургии, а также познакомить культурную столицу Европы с талантливой музыкальной и художественной молодежью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова